Для успеха на бирже нужно научиться точно рассчитывать время для входа и правильно определять, на чьей стороне сила. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембиту. Сегодня я расскажу о пяти критериях, которые помогут определять, на чьей стороне сила. Это поможет вам раз за разом открывать сделки точно вовремя и в правильном направлении. Первый критерий, указывающий на чьей стороне сила, обновление максимумов или минимумов. Цена обновляет максимумы ценовой волны, сила на стороне покупателей. Здесь важно отметить, что цена не просто обновляет максимум или минимум, она обновляет максимум ценовой волны. Когда цена обновляет минимум ценовой волны, сила на стороне продавцов. Обратите внимание, что цена обязательно должна пойти ниже текущего минимума ценовой волны. Это необходимое условие, но только его недостаточно. Поэтому, для того, чтобы понять, на чьей стороне сила, нам понадобится второй критерий. Второй критерий говорит о том, что чем сильнее тренд, тем больше на графике мы видим доминирующих и трендовых свечей. Смотрите, тренд нисходящий и на графике нет ни одной растущей трендовой свечи. Это говорит о сильном тренде вниз. Тоже можно сказать и о втором примере. Тренд вверх и мы практически не видим доминирующих свечей вниз. Посмотрите, несколько простых схем и они дадут понятные критерии, чтобы различать такие свечи между собой. Если тело свечи примерно 60-70% от диапазона, свеча сформирована трендом, значит направленность ценового движения высокая. Если тело небольшое, около 30% или меньше, то свеча формировалась либо на боковом, либо на разворотном движении. Второй элемент – оценка с точки зрения волатильности. Волатильность – это диапазон движения цены за временной интервал или расстояние между максимумом и минимумом. Условно свечи по волатильности можно разделить на три группы. Если у волатильной свечки высокая направленность, то такую свечу будем называть доминирующей. Чтобы освоить методику, вам понадобится возвращаться к этому ролику. Поэтому, чтобы видео не потерялось, поставьте ему лайк. Важно обращать внимание на доминирующие свечи, потому что их появление говорит об усилении тенденции. Вторая группа – средняя волатильность. Направленные свечи со средней волатильностью – это трендовые свечи. Трендовая свеча говорит о сильном движении, если у нее нет фитилей или они маленькие. Как в примере. Последняя группа – низковолатильные свечи. Их появление говорит об ослаблении движения. Теперь, когда есть критерии оценки, используем их на графике. Красным и зеленым выделил доминирующие и трендовые свечи. В такой ситуации видно, что после теста сопротивления и пробоя поддержки количество красных доминирующих и трендовых свечей значительно возросло. Это подскажет нам о значительном усилении продавцов. Это отличная подсказка, но если ее использовать вместе с третьим принципом, точность вашей оценки будет значительно выше. Третий критерий оценивает глубину отката между свечами. Для наглядности покажу на графике. Откат между первой и второй свечой минимален. Это говорит о силе движения. На втором примере откат уже немного больше, что говорит о небольшом ослаблении. Обратите внимание, что после минимального отката цена дальше идет импульсно. Чтобы было понятно, почему в одном случае говорим о силе, а в другом об ослаблении, посмотрим схемы. Мысленно разделим диапазон трендовой или доминирующей свечи пополам. Теперь отметим, где будет минимум второй свечи. Минимум второй свечи и будет глубиной отката. Если глубина отката находится в первой половине трендовой свечи, это скажет о слабости движения. Если минимум второй свечи будет в верхней половине, это подскажет о нормальной силе восходящего движения. Здесь важно оценивать динамику формирования каждой новой свечи и как она отражает силу или слабость тенденции. Поэтому, чтобы освоить методику, вам полезно будет вернуться к этому ролику. И чтобы он не потерялся, поставьте ему лайк. Если минимум второй свечи не подпадает в диапазон первый, это говорит об усилении тенденции. Это полезный принцип, но чтобы его использовать максимально эффективно, вам понадобится четвертый принцип. Незначительный пробой линии тренда. Незначительный – это когда цена, пробив линию тренда, быстро возвращается назад. Если вы не понимаете, как отмечать трендовую линию, посмотрите ролик «Как правильно отмечать трендовые линии», ссылка на видео будет в описании. Этот критерий очень полезно совмещать с предыдущим. Вместе они дают сильную подсказку по дальнейшему движению. Для этого надо дождаться момента, когда цена после пробоя сформирует первый или второй сигнал усиления. На графике показал зеленым цветом. Такая же история повторяется на нисходящем движении. Смотрите, на этом примере это видно очень наглядно. Я к этому графику еще вернусь, потому что здесь есть несколько интересных моментов, и мы разберем их подробнее. А сейчас перейдем к пятому, самому сильному критерию. Один из самых значительных признаков усиления возникает, когда мы видим, что цена не возвращается к пробитому уровню. В таком случае стоит ждать хорошего и продолжительного движения. Буквально через пару секунд вернемся к интересным моментам в четвертом критерии. А пока краткое предупреждение о рисках. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Возвращаемся к графику четвертого критерия. Смотрите, мы могли бы провести линию тренда и так, но на пробои не возникло сигнала усиления, что подсказало бы об ослаблении тенденции. Как это могло помочь? Очень просто. В данном случае мы не стали бы входить в шорт на проторговке, а дождались момента, когда цена достигнет уровня. Плюс сигнал усиления движения вниз. Все это дало серьезную подсказку для входа в шорт. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, что вы используете для анализа цены. Подписывайтесь на YouTube канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!